Весь древний мир Весь древний мир, я говорю по древним, разумею, и дохристианский мир, и я скажу, весь нехристианский мир и в новую эпоху, то есть в христианскую даже эпоху, когда произносится слово «истина», то подразумевает под ней ничто иное, как своего рода арифметическое равенство. Дважды два – это четыре. Да, великая истина. Или такое-то событие имело место? А, имело. И говорят, да, точно, доказано, это имело. Одним словом, под истиной разумели то, что называется в математике закон тождества. Одно равняется другому, равняется всё. Это значит утверждение истинное. Христос указал совсем на другое. Истина вовсе не закон тождества. Истина – это то, что есть, существует, то, что имеет бытие, и что составляет, если хотите, сущность, сущность нашего бытия человеческого, бытия и всего бытия, и человеческого бытия. Что есть? Что же это есть? В житии одного мученика по имени Тивуртий мы читаем очень интересные слова. Во время допроса и исчезания он говорит судьи, земное, всё земное бытие есть, то, что мнится, то есть думается, кажется, что мнится, но не есть. Ибо оно исчезает. Исчезает даже для человека. Умер, и всё. Мнится, но, он по-славянски, там написано по-славянски замечательно, стоит запомнить, мнится, но несть, не есть, несть. А то, к чему мы стремимся, вечная жизнь, это то, что мнится, несть, мнится, то есть, что не есть, нет этого, но есть. Но есть. Ну, там по-славянски я это говорю, но очень здорово, коротко, ясно выражено. Истина – это что? То, что есть, и не исчезает. Мир этот, приходящий, ну, посмотрите, ну, разве мыльный пузырь? Ну, есть, кажется, или нет? Сейчас есть, его нет. И это что? Это разве бытие? Нет. Это фикция, это обман, если хотите. И больше ничего. Так вот, оказывается, истинной является то, что есть. А что же есть? Бог есть, и Он есть вечное. Он вечен. Вечная жизнь, вечная жизнь. Жизнь Царства Божия, вот это, это то духовное благо в Боге, оно именно есть, и не приходит. Вот в чём дело. Оно существует. А всё прочее, что вот мы здесь, здесь, всё земное, оно приходит, оно проходит, оно исчезает, оно меняется. Как помните, хотя бы, он Гераклит говорил, великий, ну, один из древнейших хилосов Греции, от которого остались ещё записки, это 7 век, может, до нашей эры, говорил, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Почему? А потому, что вода течёт. Уже другая река, уже другая вода, а не та, которая утекла. Так вот, всё земное – это приходящее, поэтому его нет. Так Гераклит, кстати, и говорил, умница была. А мы верим во что? В истину. Что же такое истина? Это то, что есть и не приходит. Не даром же у нас поэт что сказал? Ничто не вечно под луной. Так разве это истина тогда? Никакой истины тогда нет. Это что такое? Какие-то миражи летят, и всё. Миражи! А истина – то, что есть. И вот христианцы утверждают, поэтому и Христос сказал о себе. «Я есть истина». О, оказывается, истина – истина – это бытие, это Он, это Бог, а не дважды два-четыре, как об этом думают бедные люди и людишки. «Свистц» истина – истина – истина – Продолжение следует...